Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дода, и мы продолжаем играть в мини-метро, проходить те города, которые появились в этой обновлении, которые мы ещё не прошли. Итак, поехали! Значит, сегодня у нас с вами Лиссабон. Где он? Вот он мы. Мы просто пошли в Варшаву, и, собственно говоря, открыли Лиссабон. Теперь надо пройти Лиссабон, чтобы открыть Бокео. 300 минимум надо набрать, но я надеюсь, что наберём. Итак, Лиссабон, проложите дороги вдоль потрясающего побережья, где река Тахо впадает в Атлантический океан. Ну, поехали! Так, у нас... Ох ты ж, матка боска! У нас всего 5 линий, 2 моста и всего 2 локомотива. Так, ну, слушайте, это вообще будет как будто бы сложно в теории. Так, камера пошла отдаляться, я всё закрепил, ускорил время. Ну, поехали. Ну, будем надеяться, ребят, будем надеяться. Ну, тут надо 5 линий всего. Давайте вторую линию добавляем. Блин, так непривычно, всего 2 линии. Хоть бы 3 было бы. Камера уже очень сильно отъехала. Ну, тут как будто уже можно в кольцо смело закидывать. Локомотив. Ну, конечно, линия. Тоннеля пока ещё всё ещё 2, и они не нужны. Вот он, ну, смотрите, вот он берег уже. Вот так взять и объединить. Два кольца сделать такое, одно в одном. Вон, давайте пока синюю ветку продлим. Давайте пока будем продлевать синюю ветку. Мер, как будто бы очень тяжело. Будет вообще город-то тяжёлый. 5 линий всего. 2 стартовые. А-а-а, как же плохо. Давайте вот так сделаем. Мокомотив. Да линия, конечно, у меня всё ещё 2 тоннеля. О, смотрите, ещё и тут берег, ещё и тут берег. Я ксель-моксель. Ну, и сейчас начнётся. Ну, приходится вот так делать. Чё. Просто в треугольник. Да это долбаные квадраты, а? Обычно квадраты... Это самая такая тяжёлая точка. Вот, по-моему, кстати, на карте, по-моему, Париж, что ли. Вообще квадрат, по-моему, он один. Или их два максимум появляется. По-моему, вообще он один. Единственный квадрат. Там очень долгое время. Всего, по-моему, один единственный квадрат. Так, мы можем вот так сделать. Локомотив. Давайте линию откроем. Всё. Не открыто. Так, ну, пока можем спокойно сделать вот так. Да, если что, здесь объединить-то не обязательно, потому что вот эти вот... Ну, то есть я объясню для тех, кто не в курсе, что вот, например, вот этот квадрат, да, ну, вот стоит пассажир на квадрате, ему не обязательно, ему не обязательно едет в какой-то конкретный квадрат. Ему, в принципе, надо в любой квадрат. То есть вот он сел, и он сюда доехал. Всё. От одного вполне конкретного квадрата до другого вполне конкретного квадрата. Тут такого нету. Ну, то есть от какой-то конкретной станции, от какой-то конкретной станции. Тут такого нету. Здесь им всё равно, и они едут... куда захотят. В ближайшую точку. Так. Ну, давайте вот оранжевую ветку, потому что она самая короткая. Хотя... Выглядит это как полная хрень. А-а-а, тогда здесь не будет треугольников. Да-да-да. Так что вот так вот, да, я всё правильно сделал. Тут сильно не хватает треугольника, вот в этой части. Здесь синие, видите, они все полностью загружены треугольниками и сюда едут. А-а-а, вагон. Ну, я пока тоннели не буду делать, у нас ещё есть. Я вот тут могу, вот сюда, например, да, что-то для момента сделать. Пока живём. Как будто бы пока живём. Так сделаем. А-а-а-а, ты долбаные квадраты, а. Ключевая проблема, мне не нужен здесь квадрат, от слова вообще. Ну, это на жёлтую надо цеплять квадраты, это стопроцентно. Ну, давайте вот так, наверное, сделаем. И сюда вот так заворачиваем. Всё, есть 400. Отлично. Есть 400, это значит, что мы прошли. Важный этап. Локомотив, вагон. Успеем? Успеваем. Так, вот тут тоннель уже нужен. Сюда везти. Сейчас, вот пятница, суббота, воскресенье получаем тот самый. Я надеюсь, что тоннель дадут. Нужны тоннели. Вот теперь уже нужны тоннели. Так, на оранжевую ветку просто какое-то космическое количество приходится. Ну, переходится перебрасывать. У меня нет тоннеля. Тоннель. Так, ну, у меня есть линия. Давайте мы воспользуемся линией. И непременнейшая. И все обязательнейшие. Вот так мы сделаем. Вот. Я немножечко разгрузил синюю линию. Она какой-то... Этот самый превратилась. А вот на оранжевую ветку приходится оставлять большое количество. Потому что оранжевая ветка очень важна. Очень важна. На желтой ветке все свободно пока что. Тут вы не сглазить. Желтая ветка пока пуста. Практически пуста. Вот так, кстати, надо сделать. Надо вот так сделать, чтобы они имели возможность... Желтая ветка сюда доставляла. Вот эти уникальные. Вот эти станции, они уникальные. Поэтому, как бы, где бы что бы ни появилось. Ну, ребят, я не знаю, что делать с квадратами. Их просто тьма тьмущая. Ну, это-то ладно. Здесь квадрат. В этой точке. Мы переживем локомотив. Нужен ли нам еще тоннель? Это... Так, а вот это, кстати, знаете, какой вопрос вообще чрезвычайно важный? Вы знаете, что чрезвычайно важный вопрос с тоннелями? Слушайте, наверное, нужен. Давайте я возьму тоннели. Как минимум, пока что мы вот так можем сделать. Или как минимум. А так мало ли нам еще понадобится. А имеет ли смысл здесь сделать, например, вот так и вот так? И замкнуть просто нам? Давайте это сделаем. Если что, на синюю ветку я готов забросить локомотив. Там будут проблемы. Скорее, проблемы будут на вот этой серой стальной ветке. Очень длинной, оказывается. Хотя пока вроде нормально. Но я пока приберегу этот локомотив. Не буду его куда-то ставить. У меня, кстати, если что, есть еще линия. Слово говоря, еще линия есть. Кстати, проходит. Давайте вот так сделаем. Теперь вагон. Тоннель у меня уже есть. Отданье. Отданье. Закидываю на стальную ветку вагон. На синюю ветку я закинул поезд, который следует в обратном направлении. Чтобы он тут что-то забирал. Периодически, дополнительно. Как же плохо оранжевые ветки. Она такая растянутая, такая некрасивая. Два тоннеля и переход. Но мне тоннели-то не нужны. Давайте переход, наверное. Воспользуемся переходом. Мало ли, куда мы его засунем. На случай переполнения станций. Ну, на оранжевые ветки я запускаю уже четвертый вагон. Тут локомотив, тут все понятно. Длиннющий получилось абсолютно. 1400, используя не более четырех линий. Мы какую-то с вами штуку открыли, прикиньте. То есть, как раз вот, у меня пятой линии просто не хватает места. Ну, то есть, а что пятая линия? Ну, давайте так. Пятую линию. А куда я ее впихну? Ну, то есть, а что я сделаю пятой линии? Что я здесь сделаю пятой линии? У меня как будто особо и нечего делать пятой линии. Два тоннеля, переход. Давайте еще переходим. Ну, мне не нужны уже тоннели. У меня есть, если что, тоннель. Так, крестовка. Крест это... Это очень важная история. На крест обычно очень много, ну, кто хочет на крест ехать. Это обычно очень популярная вещь. Господи, оранжевая ветка, я надеюсь, она меня простит. Давайте я на крест поставлю здесь большую эту штуку. Здесь очень много пересечений, а они у меня еще просто так болтаются. Ну, так все плохо. Это просто ужас. Пятую ветку, возможно, стоит сделать вообще только вот сюда вот. Вот это, вот это. Плохо. Нет, ну все, оранжевая ветка. Ну, подождите. Давайте сейчас я получу этот самый вагон. Нам надо оранжевую ветку разгрузить. Локомотив. Тоннель мне не нужен. Или нужен? Нет, не нужен. Приход. Стоп, пауза. Давайте. Так, 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 так. 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 Оранжевая ветка явно очень плохо. Да, и еще... И еще плюс продолжается. Все хуже и хуже. Все хуже и хуже. Я уже не знаю, что куда засовывать. Вагоны нужны. Вот мне дали два перехода. Лучше бы дали два вагона, на самом деле. Вот эти два перехода вообще... Что называется... Не пришей кобыле два хвоста. Просто вот. На полном серьезе. Ну вот это просто вообще ужас. Ужасающий. Ужасающий ужас. Киношка такая. Ужасающий ужас. О! Вот этот круг, это вообще просто спасение. Слушай, здесь огромное, мне кажется, количество всяких, которые едут на круг, и им просто прям круг... Здесь так тотально был необходим, что это жесть. Опять! Ну, блин, почему мне не дают эти самые переходы? Ну, я не знаю, ребят, что делать. Мне не дают вагоны. Мне, к сожалению, не дают вагоны. Смотрите, их ноль, и мне их не дают. Еще один локомотив. Куда? На стальную? Ну, давайте, наверное, на стальную, да. Не успеет. Этот поезд не успеет. Нет, успеет. Он, правда, полным не будет. А он, зараза, будет. А он, зараза, будет. Полным. Да ёпарасоте. Нет, ну все, это уже... Это финал. К сожалению, это конец. Да, видите, переход еще плюс позволяет станции не переполняться. Локомотив. Да и в БРСРТ. Ну, ребят, ну я не знаю. Ну, вы сами все видите. Я ничего не могу сделать, ребят. Ну, просто вот. Ну, вот что я могу сделать? Ну, не дают вагонов. Игра не дает вагоны, ребят. Чего-то не успеет, к сожалению. Ну, успеет, но она, скорее всего, может быть полная уже. Он сейчас опять будет переполняться. Да. Так, возвращаю на стальную линию, потому что стальная линия прям явно нужна. Эта станция скоро начнет переполняться. Так, оранжевые ветки. Давайте-ка я переброшу весь этот состав на желтую. А с желтой я переброшу дополнительно на синюю. Но если до 3500 дойдем, то это будет что-то вообще на уровне, мне кажется, гениальности какой-то. Ну, ребят, я не знаю, как это комментировать. Просто, просто игра не дает, ребят. Ну, не дает игра мне эти самые вагоны. Я не знаю, что делать. Я просто сюда ставлю это самое, чтобы не переполнялось и все. Самое простое решение. Возвращаем на оранжевую ветку. Вот это и вот эта станция здесь сняли. А тут... Сейчас должна вот эта приехать, забрать всех. Потом она должна успеть доехать до сюда и забрать. Успели. Успели, успели. Да, 3500, смотрите, ни хрена себе. Ну, ребят, я не знаю, может здесь так запрограммировано, что игра не дает вагоны. Вот сюда я круг поставлю, потому что здесь очень много... Ну, здесь очень нужен круг. Вообще, на самом деле у нас... Вот тут вот тотальная проблема. Ладно. А, большая станция начала уже переполняться, ребята. Большая станция начала переполняться. Понимаете, весь вообще масштаб... Понимаете ли вы вообще... Осознаете ли вы весь масштаб трагедии? Большая станция начала переполняться. На оранжевые ветки нужен. Давай срочно сюда. А, подождите, а здесь квадрата нету. То есть тут вот так надо сделать? О! Вот оно, что оказывается, ребята. Тихо! Ну все, мы до 4000 дошли, я даже не верил. Но это уже... Иннавык, суждая. Черт! Это... Это был вагон. Ну все, он не успеет. Он чуть-чуть, но не успел, ребят. Я думал, что я перебросил локомотив, а я перебросил вагон. Черт! Ну мы могли еще выжить. Здесь нет, не был предел. Вот это обидно сейчас было. Я в конце... В конце перебросил вагон. Но еще чуть-чуть, может быть, еще сотенку бы мы выжили. Но там уже был общий перегруз. Ну давайте посмотрим, что у нас по статистике. Ежедневные поездки, да, увеличивалось. Недовольных пассажиров. Ну да. Нет, ну смотрите, в целом-то очень мало. Ну тут сейчас будет выше, но... Как будто бы, мне кажется, мы справлялись. Ладно, давайте здесь мы уже по этому слову переходов за поездку. 0,29, 0,19. Ладно, давайте немножечко продолжим в бесконечном режиме. Посмотрим. Забьем все по полной. Локомотив. Переход. А вот опять, смотрите, слушайте. А я не могу понять. А это что, типа, ну, прикол такой или что? Ну просто нету. Этих самых. Ребят, слушайте, а вы знаете, что, походу, здесь вообще просто, в принципе, нету этих самых. По-моему, игра просто не дает здесь вагонов, вообще. А игра здесь, по-моему, в принципе не дает вагонов. Такая вот печальная история. Может быть, надо было голубую линию вот так вот продлить. А здесь снять. Да нет, но у нас же переполнение-то было не в этой самой лепетке. Ти-ни, не в этой. Нет, ну просто вагонов не было, к сожалению. Ну, было очень много переходов, но я не могу переходами заполнить все. Если бы хотя бы по два давали, это еще было бы хоть прикольно достаточно. Ладно, давайте посмотрим, что у нас по итогу получилось. Да, вот, недовольных пассажиров. Ну, вот видите, опять вот было вроде как. Четыре, 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 шесть. Бах! Резко сорок девять. И сейчас вот ноль. Поэтому почему-то не опустился тогда полностью. Да, ну и население вот тоже был в пик. Потом резкое падение. Длина пути, длина поездки, время ожидания, 9.27, 9.00. Вот резко упало. Только... Как только в этот режим переходишь, резко падает. Да, ну вот видите, мы уже начали используемую вместимость очень сильно превышать надпиковый. Такая вот история. Ну что, давайте посмотрим, как у нас развивался город. Ну, как у нас метрошка развивалась. По итогу, так сказать. Так. Да, ну видите, долгое время тут тремя линиями обходились. Ну, вот это, конечно, змейка. Это просто ужас. Вот это. Вот это тоже не очень хорошо. Вот это прям вообще ад. Да, ну в общем, ну интересный город на самом деле. Здесь интересный город получился. Наверное, если бы я как-то каким-то образом бы серую вот отсюда, отсюда. Может быть, надо было, знаете, вот этот вообще фрагмент бросить. И прям от серую вот сюда вот так вот пух-пух-пух сделать. Или вообще прям вот от этой точки сразу в крест. Нахрен. Вот. Может быть, так надо было делать. Но с другой стороны, у нас и желтая эта линия была такая достаточно загруженная. Куда тут я еще на нее взвалил бы вот эти две станции. Ну, в общем, не знаю. Как-то так. Ладно, давайте посмотрим. Выйдем в меню. И посмотрим, что там получается-то. Каков итог. Да, мы открыли с вами Токио, как видите. Все, давайте посмотрим. Ой, это не то. Да. Ну-ка. Два процента топ! Нифига себе! Два процента! Два процента! Это же, это же очень мало. Это очень. Это очень. Два процента! Нифига себе! Да еще и там меньше тысячи. Вообще это получается топ-2000 процента. Топ-2 процента. Вообще меньше тысячи. Нифига себе. И это при том, что еще была возможность. Ну, это круто! Это очень круто! Это очень круто! Я сейчас не ожидал. Мне казалось, что такая конфигурация в Лиссабоне, что здесь можно больше выжимать. 4131. Слушайте, а у меня какой рекорд-то вообще по количеству очков? Я, по-моему, в Вашингтоне больше всех набрал. Мне память не изменяет. Так, где у нас Вашингтон? Вот. 4700. Ну, это, по-моему, вообще второй рекорд. Вообще больше 4000 я, по-моему, впервые набрал. Ну, точнее, второй раз набрал. В Лиссабоне. Это круто! Ну, в общем, Лиссабон мне понравился. Интересная такая история. Всего 5 линий. Кажется, с одной стороны сложно, а с другой стороны, ну, линию ведешь и ведешь, ведешь и ведешь. Ну, в общем, вот эта карта была прикольная. Ладно. В общем, на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте сидеть по нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВК. Ссылочка в описании. У нас с Вами был Дода. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. В следующий раз продолжим у нас впереди Токио. Все. Всем пока.